Лауреат премии Дипломат первого международного фестиваля эстрадной песни и шансона «Музыка белых ночей» Александр Кирс, с которым мы встретимся после небольшой музыкальной паузы. Азартная ночь упала на нежные твои плечи. Ласкала и соблазняла, по мраке мерцали свечи. А я как бокал разбитый, от ревности глупой на части. Любимый коктейль ядовитый, я выпью с тобой за счастье. А я как бокал разбитый, от ревности глупой на части. Любимый коктейль ядовитый, я выпью с тобой за счастье. За счастье, за счастье. Холодной красотой Нельзя насладиться в волю Была бы судьба другую, Не знал бы такую долю. Открою замок закрытый, Огнем сумасшедшей страсти. Любимый коктейль ядовитый, Я выпью с тобой за счастье. Огнем сумасшедшей страсти. Любимый коктейль ядовитый, Я выпью с тобой за счастье. Азартная ночь настала, По мраке пылают свечи, Весна, как бальзам, а похмелье. Пусть страны мои залечат. И хоть еще не забыты, Обиды, тоска, ненасти, В любви коктейль ядовитый, Я выпью с тобой за счастье. И хоть еще не забыты, Обиды, тоска, ненасти, Любимый коктейль ядовитый, Я выпью с тобой за счастье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я выпью за счастье. За счастье, за счастье, за счастье. Ну что ж, дорогие друзья, Встречайте у нас в прямом эфире Александр Кирс. Привет, Саш. Кстати, я еще что забыл сказать, Что ты еще участник второго фестиваля Русского шансона в Англии. Я очень приятно, был удивлен. И как тепло меня встретили. То есть я очень тепло вспоминаю это все. И спасибо, Володя, за приглашение. И спасибо Наташе Галичу, Что она нас свела. Так, это правда. Саш, ну давай так. Начнем знакомство с аудиторией, Которой тебя еще не знают. Ну, конечно же, с низов. С того, что где ты родился, Откуда ты родом? Родился, вырос и женился в Риге. Но пять лет назад я покинул Это чудное государство. Но не расстался навсегда. Часто там бывает, слава богу, Меня еще помнят. Приглашают на различные мероприятия. И я всегда с работой еду туда. И рад всегда встрече с Латвией. Понятно, понятно. Саш, а что подтолкнуло, Или кто тебя направил в мир музыки? У тебя были, может быть, родители музыкальные люди? Ну, как-то сказать, В принципе, родители у меня к музыке отношения особого не имели. Папа когда-то мечтал надобренно учиться, Но так и, мне кажется, не получилось. Вот. Так что... Ну, мама мне рассказала, Когда я только начал ходить, Она пришла со мной к подруге. И когда я увидел гитару, Я пошел прямо к ней. Вот, наверное, тогда это все зародилось. Ну, а дальше путь был не такой простой, Потому что как-то меня перебывал спорт больше, Чем музыка. И, в принципе... Да, ты расскажешь. Даже дошел до сборной Латвии по хоккею юношеской. Вот. Ну, музыка всегда была у меня в душе, И всегда я не забывал, Что такое явление, как музыка, присутствует. Она была всегда со мной, И, слава богу, и до сих пор. Скажи, Саша, а где ты учился в музыке? Ты закончил какую-то музыкальную школу? Нет, я закончил Рижский политехнический институт. Так что... А музыка? Самоучка? А музыка? Ну, как тебе сказать, музыка? У меня как-то само собой сложилось. Получилось так, что мой однокурсник, Одноклассник, вернее, еще, Он как-то меня заразил этой музыкой. И получилось так, что моя хоккейная карьера Подошла к завершению, И, главное, перебывал музыкально. То есть, одну клюшку, деревяшку, скажем, Сменил на другую, на гитару. Вот. Ну, и как-то пошло... Начал сочинять где-то в лет 18, наверное. Потом начались какие-то выступления. Потом нас стали приглашать на какие-то мероприятия, Свадьбы, юбилеи. Ну, и так как-то постепенно. И по окончании института Стал уже подрабатывать музыкантом. Ну, более серьезно, скажем, Я попал в Дом семейных торжеств. Чикуркался где-то, отработал там... Я там был не раз. Жалко, не встретились тогда. А может, и встречались, да, только тогда. Ну, я был без бороды, кстати. Я решил... А вон, почему я тебя не узнал. Да. Я решил не выходить из этого, Ну, скажем, из карантина. Сразу так быстро. Я решил, немного я отращу, покажусь, А потом взберю. На днях. Так что... Ну, вот. И... Ну, и так вот постепенно из профессии, Скажем, из увлечения, Немного, по чуть-чуть, по чуть-чуть Переросло в профессию. Я стал больше сочинять. Работал в ресторанах. И в хороших очень ресторанах тоже работал. И мне очень повезло в этой деятельности, Что я встретил очень шикарных музыкантов На своем пути. Даже я попал в такой коллектив, Как в ресторане «Лира». Это был очень шикарный музыкальный коллектив. И руководитель этого коллектива Даже участвовал в записи По волнам моей памяти. Алик Фельдберг. Вот. Сейчас он в Америке. Ну, честно говоря, он очень много дал. У нас не было ни одной репетиции. Все сразу в бой. Все это было. И, ну, они профессионалы высшей марки были. Вот. И, в принципе, как-то так все сложилось очень замечательно. И я много чему научился от них. Абсолютно без репетиции. Просто это люди. Я благодарен им за это. Я даже думал, как я буду работать без них. Вот вроде как. Я и так был руководителем. И частенько создавал свои группы. Было все. Как бы я у руля находился. А тут такой рулевой попался. Что я думаю, ну, да. Как я теперь буду? Ну, честно говоря, так вот впитал. Все, что они мне дали. Очень быстро. И мне очень пригодилось это. Ну, смотри. Вы тогда же, когда ты выступал в ресторанах, вы исполняли кавер-версии. Ну, что-то в репетиции. Да, что надо, то и исполняли. И в дальнейшем это все тебя и подтолкнуло к самому писать стихи и стать автором многих песен. Нет, Володя, это произошло гораздо раньше, еще до ресторана. Я только еще дал руки гитару. Только еще не умел ничего там толком делать, но уже начал сочинять. Странно, но до сих пор есть некоторые песни, которые, они актуальны и сейчас. Вот. Так что нет. Творчество не связано с ресторанной работой. Просто ресторанная работа была в то время, во-первых, трудно было туда попасть, потому что вроде музыканты были привилегиорны. Ну, в общем-то, у них приоритет была хорошая работа, хорошая оплата, и туда было не попасть. Особенно начинающим. Там все свое, своя была. Эстрадное концертное объединение и так. Ну, в общем, короче, у каждого свой путь. Ну, потом я уже попал на телебашню, «Воевроза» назывался ресторан. Это в 90-е годы. Да, где-то, да. А, я помню этот ресторан. Вот. То есть открывал его Митрохин, а потом он уехал, по-моему, в Питер. И после Митрохина вот получилось так, что я, кстати, еще работая в банкетном зале, у нас коллектив был такой очень слаженный. Мы даже ездили на гастроли по Черному морю. Но получилось так, что вот волна эмиграции. У нас в коллективе были евреи не только. Вот. То есть и вот эти вот два еврея, которые самые основные были у нас, пианист Виктор Гогберг, он уехал в Израиль. Позднее уехал бас-гитарист в Америку. И, в принципе, мы распались. Потом барабанщик, остались первые без работы, в 90-е это барабанщики, но у него работа была неплохая. Он был в финансовой компании неплохой, так что все нормально. Он и сейчас неплохо себя ощущает. Вот. Но в музыке остались из нашей группы. Мы в основном вдвоем, но так, чтобы вот как-то работали. Вот у меня Евгений Бадудинов, мой друг в Риге, до сих пор трудился во всех, по этой стезе. Вот. Я тоже этим занимаюсь до сих пор, но не в ресторанах. В ресторанах, как-то я, честно говоря, наелся всего этого. Но на корпоративах, на юбилеях, это не так часто, как в ресторанах бывает. Но, тем не менее, зато приятнее, не надоедает. И главное, что ты можешь принести людям пользу, радость какую-то, и создать праздничную атмосферу. Ну, понятно. Я хочу напомнить нашей аудитории, что вы можете в прямом эфире задавать вопросы, и я их буду выводить на экран, и Александр на них ответит. Саш, я, может, ошиблюсь по срокам, но ровно 15 лет, по-моему, вышел твой первый альбом «Открой, швейцар, пошире дверь». Сколько альбомов написано на сегодняшний день? Ну, написано гораздо больше, чем вышло, да? Ну, вот я покажу первый, который мне, я как раз приготовил, чтобы так, не быть голословным. Вот он, родной, дорогой. Я к нему шел очень долго. Это новый? Нет, это старый. Это самый новый. Благодаря этому альбому я попал потом в Юрмалу. Это я повторил. Да-да-да. Да. Вот. И так. В 2005 году ты выступал в Юрмале на одной сцене с Вилли Токарио. Что это было за мероприятие? Расскажи нам поподробнее. Ну, во-первых, там не только Вилли Токарев был. Я вообще туда попал, как в сказку. То есть там звездное, вообще созвездие, можно сказать, созвездие звезд, если так масло-масляное, то я могу так сказать. Что это было за мероприятие? Это был Международный фестиваль русского шансона в Юрмале. Он только начинался тогда, и он был очень представительным. То есть на нем я выступал на одной сцене с Братьями Жемчужинами. Это легенда шансона. Да, знаю. Вот, дальше, значит, Вилли Токарев, Царство ему небесное, замечательный человек. Шуфутинский, Осмолов, Амирамов, потом Жека, Петлюра, сейчас еще Полотно с Кармановым, Медяник. В общем, все сливки, скажем, шансона позднее выступал на этом же фестивале и даже с Бутыркой. Вот. Так что Ждамирова я видел еще до передачи с тобой. Выступал на одной сцене, но он меня наверняка не помнит, потому что я-то это запоминаю, потому что у меня меньше таких выступлений было. Ты же сам говоришь, ты тогда был без бороды, поэтому я не запомнил. Или с бородой наоборот, поэтому, наверное, не запомнил. И на два метра выше. А вот оно, видишь, как. Саш, расскажи, пожалуйста, про твой альбом «Шалом Аид». Я знаю, что была презентация его недавно в Риге, потом в январе этого года, а, кстати, наверное, в январе была, да, презентация? Я могу сказать, какого числа? 26 января. У нас 26 января это мы делали с тобой вместе уже презентацию этого альбома в Лондоне. Ну, вот я об этом. А я про Рига был раньше. А Рига 9 ноября, это все, я как сейчас. Ага, я понял. Рига 9 ноября, потому что, в принципе, я начал писать этот альбом в студии Анатолия Хваниц «Квантекс», и я решил там это все вернуться на круги своя, и вот в помещении этого продюсского центра мы организовали вот этот вот концерт совместно с Анатолием, и было очень приятно, зал был заполнен полностью, и люди очень тепло встретили этот альбом, и было очень здорово. И потом, когда ты мне сказал, что, кстати, хочу передать клубу Одессе огромный привет, да, если, вот, и как раз получилось так, что ты мне, когда я только выступил там, ты говоришь, вот клуб Одесса заинтересовался тем, что, вот, твоим творчеством мы хотели бы тебя видеть в Лондоне. Ну, вот, спасибо тебе, я оказался там в Лондоне и успел еще до карантина. Это правда, мы успели. Да, даже хочу показать, если меня видят эти люди, из, скажем, Одессы, всея Лондона, вот, что я до сих пор пользуюсь вот этой фуражкой, она мне наводит очень теплые чувства, и я очень ценю это. Кстати, потом, когда ты уехал, я связался с Одесса клубом, ну, и задал такой вопрос о том, что о сотрудничестве дальше, как вы видите, наше сотрудничество дальше, будем ли дальше работать, на что мне было отвечено, что если ты будешь приглашать таких артистов, как Александр, то, конечно, да. слушай, а я уже испугался, что нет. Нет, я бы это не озвучивался, но расскажи нам про этот альбом. Ну, этот альбом у меня многострадальный, но, во-первых, у меня получается так, что я, половина моей крови русской, половина еврейской, то есть я могу в субботу не работать, потому что евреям грех, а в воскресенье, потому что русским, то есть два в неделю я могу отдыхать, но приходилось в Риге работать и в ресторанах, и еще на нескольких работах, чтобы можно было как-то выживать, и чтобы семья была более-менее в достатке. Ну да. Вот. Поэтому для меня этот альбом очень ценен, и получилось, я даже не знаю, как, я не сильно стремился к нему, а первая песня получилась как раз на день рождения моей бабушки, а моя бабушка была легендарной личностью, кстати, 9 ноября, вот тоже она ушла из жизни, к сожалению, и вот получилось совпало все-таки, вот эта девятая, как раз только в виде презентации. И первая песня была «Лэхэм фэйгла лэхэм». И вот именно вот в этот день она мне пришла. Ну и потом как-то постепенно-постепенно я оброс песнями, вот, и сейчас у меня еще кроме этого альбома есть еще материал на пару альбомов, да, то есть просто руки не доходят до всего сразу. Приходится много чего делать, и, кстати, хочу сказать, что то, что касается коронавируса, нет худа без добра, вот для меня он, как бы, слава богу, все живы и здоровы, вот в нашей семье, и в окружении, и друзья, но тем не менее, вот мне он и моей семье очень пригодился, потому что где было столько времени найти, чтобы заниматься творчеством. Кстати, вот и благодаря этому я смог сделать и песню «Великобритания», и ты же лучше всех в твоем исполнении, чтобы он, наконец-то, мы ее, ты ее, вот сегодня, я надеюсь, в этом я расскажу тебе тоже. Сейчас, кстати, мы можем людям напомнить одну из песен твоего альбома «Шалом Аид» и сделать маленькую музыкальную паузу. Да, 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 но это немного не… Володь, да. Немного, чуть-чуть, эта песня не входит в альбом. То есть, я чуть-чуть еще вот займу, пару секунд. Так, хорошо. У меня, значит, есть визитная карточка песни «Моя Режанка», которая до сих пор звучит на рижских радиостанциях, не скажем, что часто, но бывает, в поздравительных программах, кто-то помнит, и, слава богу, меня иногда даже из-за этого и приглашают приехать в Рибу. И вот. И это как бы моя визитная карточка, рижская. А теперь моя берлинская появилась. То есть, я написал песню «Мадамы» «Были на Кудам». Кудам – это, ну, очень красивый бульвар в Западном Берлине, самая буржуазная улица, дорогие бутики и так далее. И вот я что-то навеяла на мысль, что почему мне не сочинить песню вот про вот это все. И так что теперь у меня для Берлина тоже есть заготовка. Так, круто. И теперь можно слушать. Да, я еще хочу обратить внимание нашу уважаемую аудиторию. Вот в бегущей строке написано о том, что все песни Александра Кирса вы можете послушать в Ютубе, набрав Александр Кирс, и также на страничке ВКонтакте. В бегущей строке вот это и есть информация. Итак, мадам, мы были на кудам. Мы были на кудам. Мадам, мы были на кудам. Мадам, вы были на кудам? Да вы не знаете бульвар Курфестердам. Как и ни разу не бывали на кудам. Ой, вы, ну что же вы, мадам? Мадам, вы были на кудам? Чем я так жил? Совсем неплохо там. Ой, боже мой, у вас шикарные манеры. Вам не хватает таки этой атмосферы. Этмосферы, этмосферы, этмосферы. Мадам, ведь это же кудам. Вернее, не из бульвар Курфестердам. Конечно, он чуть-чуть не как в Одессе. Но буржуа есть и при шляпке, и при весе. Конечно, он чуть-чуть не как в Одессе. Но буржуа есть и при шляпке, и при весе. Вы спросите, уничтожены кудам? Миллионеры и слоги шеф имеют там Роскошные авто и блеск реклам. Что говорить? Эй, это же кудам. Кудам, кудам. Мадам, ведь это же кудам. Вернее, не из бульвар Курфестердам. Конечно, он чуть-чуть не как в Одессе. Но буржуа есть и при шляпке, и при весе. Конечно, он чуть-чуть не как в Одессе. Но буржуа есть и при шляпке, и при весе. Курфестердам. Мадам, вы были на Кудам? Я с этих майцев удивляюсь даже сам Там столько наших, но прелесть еще в том Поверьте мне, тут есть кому-то за чалом Поверьте мне, тут есть кому-то за чалом Мадам, ведь это же Кудам В Берлине есть бульвар Турфюстендам Конечно, он чуть-чуть не как в Одессе Но буржуаист и при шляпке и при бессе Конечно, он чуть-чуть не как в Одессе Но буржуаист и при шляпке и при бессе Куда, ведь это же Кудам Любимый наш бульвар Турфюстендам Куда, ведь это же Кудам Любимый наш бульвар Турфюстендам Так, у нас Саша отключился По-моему, нечаянно Александр, ты где? Куда ты пропал? Ну ладно, пока Саша появится Подключится по новой Я вам хочу Я хочу поблагодарить Сашу За то, что он дал мне возможность Дал права на исполнение Двух его авторских песен Это Песня «Великобритания» И вторая песня «Ты же лучше всех» Но вот пока Саша подключается Я вам ее представлю Одну из них Рыба ищет глубину Как тут, где по суше Птица рвется в высоту Человек, где лучше Взял милет под самолет Ну поехали, пилот Пару часов лета Опа, опа И вот она, Европа Надоело все вокруг Проблемы и стыдания Раз мы родина, вторая Великобритания Пару часов лета Хорошо там, где нас нет Вот из-за границы Я хотел давным-давно С тобою породиться Будем жить в капитализме Хоть души советские Но имели мы в виду Их манеры светские Ну давай, гони пилот Чужеземный самолет Пару часов лета Лопа, лопа Ну встречай, Европа С терпением уже Жду с тобой свидания С вашим родом На вторая Великобритания Они что нам не очень рады Но придется пережить Мы голодные и злые С нами лучше вам дружить Кем работать все равно Приживы деньги были Если жизни здесь Дерьмо наших тут не жили Ну давай, гони пилот Чужеземный самолет Пару часов лета Лопа, лопа Ну держись, Европа Надоело все вокруг Проблемы и испытания Родина, Родина, Вторая Великобритания Стрыва ищет глубину Кактус для пастуши Птица рвется в высоту Человек ты лучший Взял билет на самолет Ну поехали, пилот Пару часов лета Лопа, лопа Ну держись, Европа Ну держись, Европа Ну держись, Европа Ну что ж, эта песня Нам немножко спасла Потому что за время этой песни Мы Так Исправили техническое Недоразумение Я могу сказать, что меня компьютеры боятся Поэтому Ну вот Да, Саш, большое еще раз спасибо За то, что дал мне возможность Исполнить две твоих песни А третья еще На подходе Но мы Как бы о ней пока промолчим Это будет чуть позже Саша И, Володя, огромное спасибо тебе Да, потому что мне очень приятно Эту песню я сочнил довольно давно Но я надеюсь, что она наконец-то услышит Ты найдешь свою аудиторию Потому что ты живешь именно там И это написано для тех, кто там А я чуть-чуть немного в другом есть Поэтому вот так Спасибо тебе Да Ну я рад, что у нас связь восстановилась Саш Какое событие в твоей музыкальной карьере Стало для тебя самым запоминающимся? Вот значимым Значимым самым Ну вот, наверное, быстрее всего как раз-таки 2005 год Когда я попал на вот фестиваль Шансона в Юрмале Я потом 4 года подряд Представлял еще Латвию То есть до 2009 года И вот как раз в 2009 году Я предложил Наташе Поучаствовать вместе со мной На этом фестивале И тогда у Наташи Галич Как раз это был старт Она попросила у меня песню Поборюсь с судьбой Теперь это ее визитная карточка Она ее исполняет И борется с судьбой до сих пор И я рад, что она до сих пор В ее репертуаре И Наташа вот так и продвигается Вперед Борется с судьбой Да, мы работали с Наташей Во все Мы не раз уже работали с Наташей И всегда выходя на сцену Перед тем, как исполнить Твои песни Она всегда упоминает тебя как автора И называет Это очень приятно Потому что она работает со многими авторами И очень приятно, что она не забывает В частности, меня Саша, какие у тебя творческие планы? Может быть, какие-то проекты вы делаете в Германии музыкально? Ты знаешь, в принципе, планов много Обычно не хочется ими делиться Особо так откровенно Но факт то, что я могу сказать Чем я сейчас занимаюсь Ты спрашивал, сколько у тебя дисков там Так мне как-то хочется реализовать свое И получается так, что теперь я сам уже стал Заниматься аранжировкой С видением Не все получается Очень много времени уходит на это На самообразование Вот чем я занимаюсь И, конечно, хочется Как-то, чтобы новые альбомы уже появились Тем более, что у меня никаких претензий Никому быть не может Кроме как к самому себе Раз это я все делаю Поэтому вот так Ну и вот сейчас Буквально на днях Я выложил песню «Сантехник» И многим людям понравилось Друженикам Этого Непростого труда Скажем, участников Работы технических Так что Вот Не стою на месте Стараюсь что-то делать Кроме того У нас музыкальная семья У меня еще Значит Еще есть исполнитель моих песен Это Риа Рик Кстати Можете Если ознакомиться с моим творчеством Она исполняет мои песни И в принципе На На страничке Ютуб Риа Рик Латиницы написаны Там можно посмотреть Еще другие песни Кроме того Я не сочиняю только шансон Я люблю Чилл-аут Люблю Эси-джаз Люблю Ну такого плана музыку И там есть еще Кроме того Песни не только на русском языке Вот она перевела на английский Вот такая есть песня «You my dream» Которую мы стали В общем-то Как-то Начинаем ее двигать Хотя она писала ее тоже Довольно-таки давно Но не все получалось Чтобы Можно было бы куда-то ее двигать Сейчас уже Мне за это не стыдно Я могу все это сделать Так что так Саша Скажи пожалуйста О чем ты мечтаешь вообще? Мечтаю? Да Какие у тебя мечты? Да ничего особенного Я не могу сказать Что о чем ты мечтаешь Я мечтаю о гармонии Это самая сложная мечта Чтобы жизнь гармоничная была Чтобы ты занимался Тем, что тебе нравится Чтобы Это приносило доход какой-то Чем ты занимаешься Чтобы ты радовал окружающих Чтобы ты приносил пользу А не зло Вот это наверное самая мечта Может быть банально простая кажется Но вот это самое главное Жить не вразрез со своей совестью И Заниматься тем Чем надо заниматься Вот хотелось бы вот так Вот это самая большая мечта И я к этому в общем-то иду И стараюсь так и жить Ну вы планируете организацию концертов Или там в стиле шансона Или в другом? Да, конечно Конечно планируем Но пандемия сыграла свое черное дело Скажем в этом отношении И сейчас приходим Чуть-чуть отложить Все прожекты Все планы На некоторое время Ну посмотрим Когда все уладится И когда люди соскучатся По всем Скажем По искусству Тогда Реемся в бой Никто не знает Этих Как раз сроков Как и что Ну конечно Хотелось бы все это сделать Осуществить Но Будем К этому идти И стараться Чтобы это осуществилось Это понятно Саш Но у тебя в основном Жанр это шансон А скажем Почему ты выбрал Именно этот жанр Чем он тебе Вот так вот Пришел Ну в то время Когда я Я не знаю У меня параллельно шло Я же сочинял С этим другие Песни Да И не только шансоны Мои песни Одна из моих песен Пленинца Мода Она где-то Лет 7 наверное Звучала На Рижских радиостанциях Особенно Юмор ФМ Там долго задержалась она Вот И это было Диско в принципе Это Диско в небесах Тоже моя песня Только я тогда не был Кирс Я был Под своей фамилией выходил Не под псевдонимом Вот Кирсу мне пришлось Прийти попозже Уже Так что Вот так Ну и Потом шансон Ну как В принципе Я параллельно шел И шансон И ресторанная работа Тоже Все таки Когда ты видишь людей И живое исполнение И когда Видишь Разных людей От воров до профессоров И наоборот Вот И Просто в ресторане Там все по-честному Или нравится Или нет Если не нравится То ты там долго не задержишься Мне Песчастливилось Вот я работал В таких ресторанах Как допустим Шервуд Шервуд Теперь в Риге Да Вот я там Я уже сбился Даже со счета Сколько лет ты там Отработал Я даже уехал Из Латвии И моя фотография Еще три года Висела Там У входа Живая музыка И так далее Вот И потом у меня был Ресторан Арбат В Старой Риге Очень престижный ресторан В котором я отработал Семь лет Но это По Скажем По стажу На втором месте И очень замечательные Воспоминания И Нормальные Конечно Очень хороший опыт Это все дает И Поэтому Ну и кроме того Я никогда не планирую Вот мне надо Сочинить Вот эту песню Мне надо сочинить Я даже кстати Сочинил У меня было предложение Сочинить музыку К Детскому сериалу И это у меня удалось И я даже получил гонорар Но Сериал не вышел А почему он не вышел Я Гонорар получил Хорошо Нет Это да Но все-таки Хотелось Чтобы Дошло Мои труды Дошли до людей Тем более Я думаю По идее Это хороший сериальчик Должен был быть Оказывается Они не уложились Просто в сроки И им это задробили И все Так это на полках И осталось Ну и кроме того Тоже сейчас Был такой момент Моя песня Ура Которую я написал Днюю Победы Я увидел Вот И Даже в Москве В одном из Домов культуры Взяли Ставили спектакль И они взяли Мою песню туда То есть Это очень приятно Но спектакль Не состоялся Потому что Была самоизоляция И пандемия Вот Но ничего Все впереди Ничего Ну состоится же Все-таки Да Не зря же Люди Тратили Свою энергию Чтобы Я недавно Видел Интервью Вы очень часто С Ритой С супругой Я смотрю Ездите В Санкт-Петербург Я там видел У вас брали Интервью на радио Потом Я знаю Что ты там Записываешь Песни И Видео Я и Риа Рик Вместе Мы тоже Каждый В ночном такси Вы записываете То есть Это легендарная Студия В Питере Которая Ну на которой Начинали Братья Жемчужные Были там Когда-то Аркадий Северный Тоже Имеет отношение Полное То есть Это Даже Его родственники Последствия Как раз Несут его память И фестиваль Аркадия Северного Проходит Мы как раз Участвовали Тоже там Это тоже В Питере Все Да Да Все в Питере И Розенбаум Там записывался И Круг там записывался На этой студии То есть Она была Очень значима Сейчас я не знаю Как там Что происходит Что значимо Что незначимо Что все в мире Все меняется Но тем не менее Бренд этот Очень известный И Это почетно Там поучаствовать Так что Мы приняли участие И Кстати Вы видели сегодня Одно из видео Песня Я выпью за счастье Да Крой песни Кстати Она была Как раз там Вот на этом фестивале И Кроме того Конечно Пандемия тоже Отодвинула Не знаю Если Конечно По идее Были планы Записать Дуэтом С Наташей Галичей Ту же песню Но Если ничего не Не случится И Не в планах Вот Тогда все Будет хорошо И Закончится Это все Название Под названием Пандемия И все это Надеюсь Вернется В свое русло Да уж Скорей бы Она закончилась Это Под названием Пандемия Да Ясно Саш Ну хорошо Саш Что бы ты пожелал Нашим соотечественникам В Англии Германии И не только Ну Я хочу сказать Что Конечно Жизнь иммиграции Особенно На первых порах Она не такая легкая И Все равно Человек сталкивается С большими трудностями Я хочу Чтоб каждый Нашел себя Там Где он Сейчас живет И Чтобы У него была Возможность Посещать То место Откуда он уехал Чтоб хватало Финансов Времени Желания На это все И Ну в общем Хочу пожелать Счастья людям И Чтобы все Складывалось По мере возможности Как они хотят Потому что Каждый человек Творец Своих мечтаний Вот Наверное А И вам Я хочу Сказать Вот Володь Тебе И твоей компании Что вы Большие молодцы Несете русскую культуру И В принципе Я видел Как на фестивале Люди Радуются Они счастливы Просто Потому что Им не хватает Этой культуры Они Они Оторваны И У тебя Я видел И значит И литовцев И русских И латышей И поляков И в принципе Все были дружны И никого Никакие вопросы Межнациональные Не затрагивали Все просто отдыхали И радовались И радовались Мне было приятно Мне было приятно С тобой Познакомиться Взаимно 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 Быстрее непонятно. Говорят, вторая волна. Или нам придется его немножко сдвинуть. Но ничего, в любом случае, это состоится не в сентябре, а в октябре. Значит, наверное, может быть, в январе, в евролее, неважно. Ну и передвинемся, но ничего, оно состоится. Самое главное еще, кроме того, мы, например, если что-то у нас будет, мы всегда будем рады видеть и вас тоже. А мы только за. Нас долго уговаривать не надо, Саш. Хорошо. И третья песня ждите. Англия, ждите третьей песни. Это да. Спасибо, Саш, тебе огромное. Здоровья тебе и твоей семье. И больших творческих успехов. Пока-пока. Взаимно. Пока-пока. Все, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok